Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги «Судей» или «Книги вождей», как я назвал ее в своем переводе. Читаем ее для проекта «Экзегет». Вот не хотел бы я читать эту главу, прямо вот противно мне ее читать. Есть в Библии такие главы, да? Что поделать? Потому что книга правдивая, она описывает, как люди живут. Я бы лучше почитал какие-нибудь святочные истории про хороших людей, которые делают хорошие вещи, если делают плохие, тут же каются. А 19 глава, она продолжает у нас последнюю часть книги «Вождей» или «Судей» «Безобразие израильтян». Мы читали в 17-18 про культовые безобразия, про то, как некий Ефремлинин по имени Миха устанавливает у себя литую статую, бога, еще там у него куча всяких священных предметов, берет первого попавшегося левита себе в священники, потом проходит мимо племя Данова, переселяясь, нападая на мирный город, забирает и статуи, и изображения, и все остальное, и заодно забирает с собой этого левита. Ну, потому что религиозные потребности, они хотят удовлетворять так же, как и все прочие. Вот захотелось, берем, будет наше. И в 19-й главе мы читаем рассказ, где причудливым образом сочетается вот такая же странная история про некоего левита, то есть человека из племени Левия, который по своему происхождению был священнослужителем в Израиле, и одновременно некая скандальная история жесткого изнасилования. Что, казалось бы, общего между вот этими вот статуями священными и сексуальным насилием? А вот очень часто в Библии идолослужение сравнивается с блудом. То есть нарушается верность единому Богу, как может нарушаться верность супругу или супруге? В те дни, когда не было у Израиля царя, вновь и вновь это присказка, да, то есть нет государства, каждый живет как хочет. В те дни, когда не было у Израиля царя, жил на дальнем краю Ефрем в Анагорье один левит. Не похоже, что тот же самый, который был в предыдущих двух главах, наверное, такой же. То есть эти левиты разбрелись уже по всей стране, живут где придется. Как, знаете, в традиционной России были такие попы без места. Вот он священник, вполне рукоположенный, но нет у него прихода. Он там по ярмаркам гуляет, кому чего осветить, кому там дитя покрестить, кому там молебен отслужить. Вот этим живет. Вот эти левиты, видимо, так же. Он взял себе наложницу из Уфлеема Иудейского. Наложница, понятно, что это не жена, это, в принципе, рабыня, которая одновременно делит с ним постель, но не обладает соответствующими правами. Интересно, что левит мог бы жениться, почему бы нет? Но жениться ему надо было бы на девушке из как раз вот того же самого Левиева колена. Они были наследственными священнослужителями, а вот, ну, что-то не сложилось, не нашлось подходящее. И заводит себе наложницу, да, то есть, в общем-то, бесправную рабыню из Уфлеема Иудейского не уточняется, она иудейка или нет. Ну, скорее всего, да, потому что Уфлеем уже вполне иудейский город. Но наложница оказалась ему неверна. Она ушла от него в дом отца своего Уфлеема Иудейского, оставалась там четыре месяца. Тогда он отправился за ней, чтобы уговорить ее вернуться, а с ним его слуга и пара слов. Да, то есть, такая нормальная семейная история. Оказывается, наложница не совсем уж и рабыня. Может быть, это такое элегантное слово, вместо того, что сегодня назвали бы любовницей. Ну, неважно, маленький семейный скандал. Его тесть, отец, той наложницы, уговорил его остаться у него на три дня. Они ели, пили и ночевали в его доме. На четвертый день они встали рано поутру и собрались было в путь, как отец наложнице предложил. Сперва подкрепись пищей, а затем уж отправляйся. Оба они сели есть и пить. Отец молодой женщины сказал тому, Леви, ты не хочешь ли остаться на ночь и отдохнуть? И тут уже было совсем, собрался идти, но тесть все же уговорил его провести там еще одну ночь. Поднялись они утром пятого дня, чтобы уступить путь. Но отец наложницы сказал, подкрепись, подожди до заката дня. И оба они сели есть. Вот зачем здесь эта подробность? Какие-то люди поскандалили, разошлись, потом вроде помирились. Значит, тесть, он так и называется, с этим самым Левитом, сидят, едят и пьют. Вот никак они не могут оторваться от стола. Вот что их жизнь? Вот что жизнь этих самых израильтян, которые совсем недавно по историческим меркам завоевали Ханаан, которые должны были там строить свою какую-то... Вот быть народом Божьим в этой стране, которые прогнали множество всяких завоевателей, которые в этой самой книге вожде или суде упоминаются. Сели есть и пить, и вот три дня гуляли, а на четвертый день все равно сели есть и пить, и на пятый день сели есть и пить, и вообще это все про вот кто с кем поругался, кто с кем выпил, помирился. Вот все, выше этого ничего нет. И оба они сели есть. Наконец тот человек собрался в путь вместе со своей наложницей и слугой. А тесть, отец наложницы все уговаривала его. Да ведь солнце уже клонится к закату вечереет, так ночуйте здесь. День подходит к концу, переночуй здесь, отдохни, а завтра встанешь пораньше, отправишься в путь к себе домой. Но тот человек не согласился снова там ночевать. Ну, видимо, он понимал, что с утра карусель по новой закружится, да, и он вообще никогда оттуда не уйдет. Но это сыграло с ним, точнее, с его наложницей, очень дурную шутку. Он пошел на ночь, глядя в путь. Ночь, время не для путешествий, по крайней мере, в том мире. Не согласился снова там ночевать, вышел в путь и дошел до Евуса, то же, что Иерусалим, старое название города, там было племя Иерусалим, а с ним пара осуданных ослов и наложницы. Когда они оказались возле Иерусалим, будущий, да, вот насколько скандальная история, это все вот совсем тут рядом, да. Солнце уже совсем заходило, и слуга сказал своему господину, может быть, свернем этот город Иерусалим, чтобы в нем заночевать? Но господин ответил, мы не станем и сворачиваем город чужаков, они же не сыны Израилева, нет, мы дойдем до Гивы. Еще он сказал своему слуге, пойдем переночуем в одном из этих мест, или в Гиве, или в Раме. Вот это все, иноплеменники, язычники, нечестивые, мы в свой израильский город пойдем. Лучше бы он с ними заночевал. Да, вот тоже эта глава показывает, что израильтяне могут оказаться гораздо хуже тех самых язычников, которые они изгнали. Сколько раз-то бывает, что там нам эти инородцы, иноверцы, мы-то свои крутые. Ну вот, посмотрим. Так они шли, и солнце как раз зашло, когда они оказались под Легивой, что в племени Вениамина. Ну, Гива-Рама, на самом деле, очень распространенные названия, холм или высота, ну, в общем, местность там холмистая, на горе, поэтому на каждом практически высоком и широком холме есть какое-то поселение. Они свернули туда, зашли на Жгиеву. Левит отправился на городскую площадь. Ну, что это такое? Это место, где все собираются. Да, вот нет же еще гостиниц, там, Букинг-ком или каких-то других замечательных способов арендовать жилье на ночь. Поэтому, ну, все друг друга знают, поэтому надо выйти туда, где весь город собирается, и, наверное, кто-то спросит, откуда. Но не нашлось никого, кто пригласил бы их на ночлег. Уже скандальная история, да? То есть, свои родные братья-израильтяне не готовы помочь соплеменникам. Только один старик, он еще чего-то помнит из былых времен, как раз шел с полевых работ. Он был родом с Ефремово-Нагорье или жил в Гиве, а местные жители были из племени Вениаминова. То есть, он средних чужак, он знает, что такое быть чужаком. Вот сколько раз я, живя в Москве, обнаруживал, что, например, вот бывает такая ситуация, я еще не старый человек, но у меня борода седая, я захожу в вагон метро, молодой парень встает, уступает мне место. Это всегда азиат, да? Это никогда не местный. Но у него есть представление о том, что вот старшим надо уступать. А может быть, он просто знает, что тяжело жить иноплеменникам, этот самый старик из племени Ефремова. Он взглянул, увидел на городской площади странник. Тогда тот старик спросил его, «Куда ты направляешься, откуда пришел?» Другие даже не спрашивали. Ну, сидит и сидит. Нет, что ли? Тот отвечал ему, «Мы идем из Вифлеема Иудейского к дальнему краю Ефремова Нагорья». Ну, оттуда и старик. «Сам я оттуда, но ходил в Вифлеем Иудейский, теперь иду в храм Господень, только теперь никто не позовет меня к себе домой». Вот он идет заниматься этим богослужением, и мы видим, что, несмотря на это, у него совершенно обычная, простая жизнь, пьянки, гулянки, там эти самые разводы, примирения. В общем, ничем он не отличается от всех остальных. «Только теперь никто не позовет меня к себе домой. Есть у нас твоих слуг и солома, и корм для ослов, и еда, и вино для меня самого, и для этой наложницы, и для этой услуги. Мы ни в чем не нуждаемся. Ну, только крыш над головой желательно». Старик ответил ему, «Мир тебе. Чего тебе не достает, то сыщется у меня. Ни к чему тебе ночевать на площади». Вот, наконец, идили. Они соплеменники, они оба из Ефремова, с Ефремова Нагории, из этого племени. «Он привел его к себе домой, задал корм его ослам. Сами они омыли свои ноги, сели есть и пить. Привычное занятие. И только они расположились на отдых, как его дом окружили негодяи, жители того города. Они стали ломиться в дверь и требовать от старика хозяина дома, чтобы он вывел им своего гостя. Они хотели надругаться над ним». Дикая история. Очень напоминает гостеприимство Лота, когда в Содом приходят двое ангелов, и буквально та же самая история. Местные жители собираются для того, чтобы надругаться над гостями. Даже трудно понять, что имеется в виду. То ли у них, как к тем ангелам, так теперь к этому левиту некая противоестественная страсть. Но даже я бы не сказал, если бы они уж так были все повернуты на этом деле, то, наверное, пока он там сидел на площади, ему бы делали предложение. Вряд ли он настолько привлекателен, что обязательно хотят с ним переспать из-за этого. А в чем смысл надругаться? А вот чужие здесь не ходят. А вот мы свои самые крутые. То есть, может быть, там и сексуальное насилие подразумевается, но не как цель, а как средство унизить, как средство продемонстрировать, что мы здесь хозяева. А вы тут чужие еще. Что здесь вытворяете? Хозяин дома вышел к ним и стал их уговаривать. Нет, братья мои, не делайте такого зла. Этот человек вошел в мой дом, так не допускайте же такого безумия. У меня есть дочь девушка, а у него наложница. Так я выведу вам их. Над ними глумитесь, поступайте с ними, как знаете. А с этим человеком не делайте такого безумия. Тоже очень странное предложение. И мы видим, что в этом мире, в общем, людей, которые ведут себя прилично, просто нет. Может быть, конечно, хозяин дома прибегает к риторической такой фигуре, дескать, ну, они же его уважают, говорит, я вам лучше свою дочь отдам на насилие, чем своего гостя. То есть, одумайтесь вообще, что вы от меня хотите. Но толпа и слушать его не желала. Тогда левит взял свою наложницу и вывел ее к ним на улицу. И толпа насиловала ее, издевалась над ней всю ночь до утра. Едва стало светать, ее отпустили. На самой заре женщина пришла к дому того человека и выпала у входа в дом, где был ее господин. Лежала там, пока не рассвыло. Ее господин встал утром, открыл двери дома, чтобы отправиться в дорогу и увидел, что его наложница лежит у входа и держится за порог. Он сказал ей, вставай, пошли. Но она не отвечала. Знаете, вот что называется, у меня слов нет. Вот все персонажи этой истории мерзавцы, извините. Вот просто все. Тогда он положил ее тело на осла и отправился к себе. И, вернувшись домой, он схватил нож, залтел из своей наложницы и расчленил на 12 кусков, а их разослал по всем пределам израилевым. И всякий, кто это видел, говорил, не бывало такого, не видали такого со времен исхода сынов израилевых из земли египетской вплоть до сегодня. задумайтесь об этом, вынесите и объявите решение. То есть, для того, чтобы обратить внимание окружающей среды на то, что произошло, ему нужно сделать какое-то жестокое, бессмысленное такое же действие. 12 кровавых кусков разослать по всем пределам израилевым. 12 колен израилевых. То есть, вот приносят себе кусок отрубленного человеческого мяса, ты смотришь на них, думаешь, что за гадость. Что-то совсем неправильное происходит. Да, и тебе рассказывают историю. Вот до какой степени нужно было, чтобы этот народ, который призван быть народом Божьим, оскотинился? Да? А может быть, нет. Может быть, мы смотрим на это через вот такие розовые очки. Они же народ Божий. Значит, они все вот прямо соблюдают все законы Моисеева, все заповеди. Вот что-то с ними случилось, вдруг они перестали соблюдать. Может быть, это как раз то естественное состояние почти звериного стада, из которого этот народ Божий только постепенно формируется. И книга судей или вождей просто еще один этап. И в этом смысле эта жуткая глава, она, собственно, показывает. А как вот они живут? И я бы даже сказал, без Бога, без веры в единого Бога, без храма, но они живут так и с Богом, и с храмом. У них этот левит идет на богослужение в храм, да? Это все по дороге происходит. Не то, что он там пошел просто проветриться, прогуляться. с тестом папировать, да? Это все вот часть его обычной жизни. То есть, насколько может даже с этим единобожием формально исповедуемым сочетаться, ну, самое примитивное зверство. 20-я глава будет не сильно лучше. 21-я глава будет не сильно лучше. Продолжение следует...